Молдавские социалисты 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 Моя конкуренция между игроками рынка Евразийского союза только на руку потребителям. По прогнозам экспертов, цены на машины в Казахстане будут снижаться и дальше. Новые правила перемещения автомобилей пока действуют только в России, Казахстане и Белоруссии. Для Армении и Киргизии предусмотрен переходный период. Через три года новые нормы начнут действовать и в этих странах, то есть на всей территории Евразийского экономического союза. Эдуард Пунигов, Арман Бедаулетов, Вести, Казахстан. Ездят за машинами в Россию. Даже с учетом расходов на бензин и оформления документов получается все равно дешевле. Булат Саханов пригнал этот кроссовер из Саратова. Проехал две с половиной тысячи километров, потратил несколько дней, зато сэкономил. В пересчете на доллары примерно пять тысяч. До Нового года нужно было делать сертификат на машину, сертификат соответствия. После Нового года, буквально вот я вчера узнавал, с 11 января вступил в силу, то что его уже делать не надо. Это в районе 15 тысяч тенге не экономия. Из стран Евразийского союза теперь можно ввозить любые машины, кроме праворульных. Казахстан отмечает. Молдавские социалисты намерены провести голосование в парламенте об отказе от ассоциации с ЕС и проведении референдума о присоединении Молдавии к Евразийскому экономическому союзу. Опыт участников объединения подсказывает, что конкретная выгода лучшее обещание Брюсселя. Так, граждане Казахстана уже пользуются новыми правилами импорта автомобилей и серьезно экономят на покупке машин. Репортаж Эдуарда Пунигова. Никаких барьеров и проволочек. Автомобильный рынок Евразийского экономического союза с этого года стал по-настоящему общим. Жители Казахстана теперь массово стали серьезным вызовом. Накануне праздников многие компании предложили непривычно большие для Казахстана скидки и льготные кредиты. И только за счет этого сохранили продажи на прежнем уровне. У тех же, кто не пошел на уступки, машины почти не продавались. Те, которые продают без маржи, они как раз таки и смогут спокойно устоять. А тем, которые продавались с большой маржой, им придется, наверное, как-то ужаться. За последние два месяца казахстанцы купили в России более 22 тысяч машин. Теперь, после снятия ограничений, эта цифра явно вырастет. Применил ограничения по годам выпуска и экологическим нормам, которые были раньше. Кроме того, водители больше не обязаны платить налоги за везенные машины, НДС и акцизные сборы. Если раньше, до 1 января, физические лица должны были при ввозе продекларировать ввоз автомашины и уплатить НДС в размере 12% от стоимости приобретенной автомашины. Помимо этого, по автотранспорту, объем двигателя, который превышает 3000 кубических сантиметров, уплачивался акциз в размере 100 тенге с каждого кубического сантиметра. 6, 4, 5, 6. Для местных дилеров все эти нововведения...